Завершающий весну праздник, совпадающий с церковным троицей, в народе часто называют зеленым днем. И это не случайно. Вождение куста – это обряд, оберегающий природу. В этом году по такому случаю брещане и гости города собрались в самом центре Бреста, чтобы понаблюдать за процессом совершения обычая и самим принять в нем участие. Мероприятие стало поистине масштабным. Презентация книги сказок, торжественный проход по советской участникам акций, а также концерт фольклорной музыки привлекли внимание многочисленной публики и подарили праздничное настроение жителям города. А чтобы все это получилось, приехали фольклорные коллективы из Лунинецкого и Пинского края, а также гости из Литвы. Мы приехали из Лопчи, из Лунинецкого района. Водим куст на другой день троицы. Всегда дома, в себе по селу водим, в ту кусту, людей вылечаем, песни спываем. Ну а теперь решили, что нехай в Бресте побачить. А и люди знают, что есть такие обряд куста, а то, может, некоторые и не знают. Приехали мы из Риги, из Латвии. Нас пригласили на различные мероприятия в рамках цикла «Рух земли» этнографических концертов. Но мы сегодня тоже будем участвовать в обряде куста. Приехала сюда на мероприятие. Очень рада, что появилась такая возможность приехать. Очень рада быть тут, в Белоруссии, участвовать и вносить свой вклад в эти. Главный персонаж славянского обряда, куст, во все времена являлся символом мира, природы и растений. Он также символизировал дух рода, связь с прошлыми поколениями. Именно поэтому организаторами акции «Рух земли» в выставочном зале на Советской была представлена презентация книги «Сказки моей бабули». Она стала хорошим дополнением к празднику, подчеркнув важность близости поколений. Вот Криласка наша книжка «Казки моей бабули». Эти казки мы собрали с усяго Брестского региона, региону Брестской в области. Это амаль, что все районы в области. И это этнографичные, аутентичные казки, которые рассказали именно Вита Носьбиты фольклору. К нему вошло только 37 казок, потому что это первый пробный вариант. Перед началом празднования вождения куста группа женщин выбрала главный героинь. Традиционно на время празднования им присваивают имя Костянка. Женщины нарядили в пышные зеленые одежды, изготовленные из природных материалов, а голову украсили венками из цветов и листвы клена. Для гостей праздника были также подготовлены яркие наряды и другие атрибуты. Конечно, торжество не обошлось без выступлений участников. Наши предки верили в магическую силу природы. Поэтому для того, чтобы обеспечить хороший урожай и крепкое здоровье, из года в год проводили обряд вождения куста. Этот обычай сохранился и по сей день. Об этом свидетельствует сегодняшняя яркая встреча жителей Бреста. Случайно шли по улице и буквально заметно сразу стало, что что-то... Второй день троицы. Появилось то, что мы пережили когда-то в детстве. То есть приятно смотреть, когда наши глубокие традиции нашего народа приходят. Бабушек, дедушек. Наши нынешние сегодня. Это очень приятно. В последнее время наблюдается тенденция или мода, как теперь говорят, что идет возврат к традициям, к народной культуре. И все чаще и чаще молодежь объединяются в разные группировки, группы, объединения для фольклорных встреч, для каких-то фольклорных песен, для изучения фольклорных танцев. И, по-моему, сегодняшнее мероприятие, то, что фольклорные коллективы вышли в город, на второй день троицы, чтобы показать горожанам, что такое троицкий обряд, по-моему, это очевидно. И то, как люди останавливаются и снимают, и молодежь, мне кажется, это очевидность интереса.